МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда безмолвная Варшава поднялась и бунтом опьянела, и смертная борьба началась при крике «Польска не сгинела!» Ты руки потирала от наших неудач, с лукавым смехом слушал вести, когда бежали вскач, и гибло знамя нашей чести. Это Пушкин. Когда вспыхнула в Варшаве революция 1830 года, русский народ не обнаружил ни малейшей вражды против ослушников воли царской. Молодежь всем сердцем сочувствовала полякам. А вот это вот уже Герцин. Суждения Пушкина и Герцина являются собой как бы два полюса в реакции русского общества на русско-польскую войну, или, как чаще всего ее называли в России, польское восстание 1830 года. Мы сегодня не будем выяснять, кто за Пушкина, кто за Герцина, а постараемся разобраться с историей этой войны в царстве польском. Это нам поможет лучше понять и позицию Пушкина, и позицию Герцина, и нас самих сегодняшних. В студии Истариады Всеволод Воронин и Сергей Перелагин. Здравствуйте. Русско-польская война 1830-1831 годов. Надо на 60 лет назад отвернуть историю. Ух ты, давайте промотаем. И поговорить о трех разделах Польши. Первый был, собственно, связан с русско-турецкой войной и 68-го, 72-го года, 74-го, да? Да. 74-го года, да. В 72-м году как раз происходит раздел Польши, причем он происходит по инициативе Фридриха Великого. Перелагин Сергей Игоревич. Окончил факультет автоматики и электроники Московского инженерно-физического института, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Факультет государственного и муниципального управления. Член Московского отделения Российского военно-исторического общества. Автор ряда публицистических статей по военной истории России I-III XIX века и Великой Отечественной войне. Причем пруссаки и австрицы объединились. И Фридрих предлагал даже валашские княжества обменять на польские территории. Ну, Екатерина была против, в принципе, но когда они выступили уже, так сказать, совместным фронтом и война идет на юге, еще на западе воевать, Екатерина уже понимала, что это не стоит. Ну и нужно было, конечно, пойти. И надо напомнить, что в тот момент граница России западной была эта Рига, Смоленск и Киев. То есть вот, можете себе представить. А что из себя представляла Польша к моменту первого раздела? Вот что это было за такое образование? Это большое европейское государство. Это польско-литовское государство, которое называлось Речь Посполитая. Вот та самая Речь Посполитая, да, вот она и просуществовала до первого раздела. Она просуществовала до третьего раздела даже, то есть до 1795 года. Это, ну, в известном смысле даже федеративное государство, потому что оно состояло из королевства польского и великого княжества литовского. Воронин Всеволод Евгеньевич окончил Московский педагогический государственный университет имени Ленина, исторический факультет. Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России, Института истории и политики Московского педагогического государственного университета. Автор ряда научных работ, в том числе монографий. Недаром помнит вся Россия – Бородинское сражение в историческом сознании русских и французов по следам двухсотлетнего юбилея. Путешествие есть лучшее средство для окончательного образования юношества – молодые годы великого князя Константина Николаевича. При этом Литва – это не в границах современной Литовской республики, а это такая большая Литва, уже несколько поменьше, чем Великое княжество Литовское времен независимости, но тем не менее вбиравшая в себя, скажем, территорию современной Беларуси. Дальше начинается уже трагическая страница истории Польши, потому что это государство было раздираемо внутренними противоречиями. Это жестокая политическая борьба разных аристократических группировок, борьба разных польских магнатов, которые в этой борьбе опирались и на внешние силы тоже. И, в общем, если еще в XVI-XVII веках Речь Посполитая была очень притягательной моделью для, например, Московского царства, это, в частности, причина смутного времени, то потом уже ничего притягательного не осталось, по той причине, что Польша гибла. И, скажем, Екатерина II, она не была горячей сторонницей расчленения Речи Посполитой. Это по очень простой причине, потому что на польский престол она возвела своего ставленника, Станислава Августа Понятовского, была этим вполне удовлетворена до определенного момента, когда наши западные партнеры начали активно налегать на то, что это образование лучше поделить. Ну, по-братски, не по-братски, но поделить. То есть про российская Польша их не устраивала? Ну, в общем, они хотели питаться уже кусками польской территории, так сказать. Особенно немцы, немецкие. Да-да-да, но они все немцы, да, и австрийцы. И Пруссия, и Австрия, и Австрийская империя. Да-да, я имею в виду и Пруссия, да, оба немецкие. Вот, и финал был плачевный для Польши, потому что, в общем, в конце концов стало ясно, что мы тоже должны что-то с этого получить, мы должны вернуть себе наши древние русские земли, что мы, собственно говоря, и сделали. И очень важно отметить, что по итогам первых трех разделов Польши Россия не получила ни пяди исконно польской земли. Вот вся исконно польская земля ушла в Пруссию и Австрию. Давайте определимся, что такое исконно польские земли. А это, собственно говоря, территории с чисто польским населением. Собственно говоря, вот это сердцевина, да, вот это ядро польской государственности. Мазовщина, Познань, географический периметр какой-то. Вот это Варшава, Краков, Познань, да, вот это все. То есть до, вот на востоке, до западного Буга. Ну, то есть до Бреста. Да, это до Брест-Литовска. До Брест-Литовска и реки Буг. Да, и мы не зарили, собственно, на Польшу. Сверх древнерусских земель мы получили только вот эту маленькую Литву с Вильной, Ковна, да, с нынешним Вильнюсом, нынешним Каунасом, да. И, собственно, все. Металл получили вот это нынешнее. Да, 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 получили, да, и получили Курляндию. Матушка Екатерина взяла карандашик, и, кстати говоря, вот своей рукой прочертила эту линию границы. Кстати, ну, можете полюбоваться на эту карту, она есть... Она есть, но мы можем ее... Она есть в живом виде в Российской национальной библиотеке в Петербурге. Замечательно. Поэтому, значит, можете прийти, попросить, и вы увидите эту замечательную карту, где Екатерина II сама нарисовала эту замечательную границу, дав понять, что, собственно, чисто польского нам ничего не надо. Придем и попросим. Да. И все остальные перипетии – это уже последующие события. Это уже русско-французские войны. Это войны наполеоновские, в ходе которых рождалась идея, как бы то ни было, вот под каким угодно видом, да, вот в какой угодно форме реставрировать хотя бы вот польское королевство. Ну, как какое-то государство польское, скажем. Да, какое-то польское государство. То есть поляки хотели королевство, действительно? Да, действительно, поляки даже думали, ну, неважно, кто нам в этом поможет. Это будет или Александр, или Наполеон, или они просто крепко треснутся лбами, и вот когда у них посыплются искры, да, вот от этого столкновения, то вот Польша каким-то образом снова возродится. Но главное, чтобы это состоялось, чтобы Польша ожила. Но заняли они твердые позиции Наполеона все-таки. Хотя сначала князь Адам Черторыйский, герой, так сказать, польского сопротивления, польской борьбы. И вроде бы друг нашего Александра. Друг Александра и враг России. И министр иностранных дел. И министр иностранных дел. Ну, такое у нас уже было при Козыреве, например, да, то есть все нормально сочетается. Повторяется. Иногда в какие-то моменты истории такое случается, такое бывает. Так вот, Черторыйский, став в 1804 году русским министром иностранных дел после всех своих перипетий, связанных с борьбой против России, а затем с дружбой уже с великим князем, затем цесаревичем, затем императором Александром, он мыслил следующим образом, что если Россия победит Наполеона, он внушал эту мысль Александру, то в этом случае возродится суверенная Польша, и поляки будут благодарны русскому царю за вновь обретенную свободу. Ну, видимо, Александр подумал, а почему бы нет? Он сделал соответствующий красивый жест, но не до конца красивый. Но это произошло не сразу, потому что сначала все-таки победил Наполеон, и после Тильзитского мира 1807 года рождается Великое Герцогство Варшавское. В июле 2007 года. Да. Из Дрездена Наполеон объявляет Конституцию. Великое Конституционное Герцогство Варшавское. Герцогство Варшавское, или Княжество Варшавское, там по-разному, да. И назначает Великим Герцогом своего лучшего союзника, саксонского короля Фридриха Августа Первого. То есть номинально он будет главой польского государства. Ну, там будет административный совет, и вот когда поход на Россию, вот этот 12-го года Отечественной войны, там фактически будет административный совет во главе стоять. И во время этого Великого Похода среди 12 языков был и польский, да? Да, там от 80 до 120 тысяч разные там сведения. Шутить. Польская армия. От 80 до... Да. Польская армия? Польская армия, да. При этом важно сказать, что в 1812 году в рядах Великой Армии Наполеона поляки после французов – это самая боеспособная сила. То есть, если французов мы ставим на первое место, то полякам смело отдаем второе. Вообще в сражении не участвует. Это не какие-то там немцы, это не какие-нибудь голландцы, итальянцы, несчастные испанцы какие-то, да? С португальцами. С португальцами в перемешку, да? Это поляки, это они, это, собственно говоря, корпус Понятовского, значит, Юзефа Понятовского. Князь Юзеф Антоний Понятовский – польский и французский военачальник, военный министр герцогства Варшавского, главнокомандующий польской армией. Во время наполеоновского похода на Россию командовал польским корпусом. Единственный из иностранцев получил звание маршала Франции. Погиб в 1813 году. Наполеон в изгнании признавался, что в случае успеха русской кампании сделал бы Понятовского королем поляков. Юзеф Понятовский свято верил, что Наполеон возродит польское королевство, как он это обещал, то сам император Наполеон был настроен гораздо более цинично. Он прямо говорил, что, честно сказать, «Польша мне нужна прежде всего в качестве плацдарма». О чем мечтают эти несчастные? Ну, о чем-то они, наверное, мечтают. Но вот как-то его явно не тянуло на все эти подвиги ради Польши и ради польского народа. И, в общем, развязка была драматическая, могла быть еще печальней, если бы не теплые чувства императора Александра в отношении Польши и поляков. Александр Павлович. Ну, собственно, герцогство Варшавское досталось России сразу еще в 1813 году в ходе заграничного похода. Мы его заняли первым. Но на Венском конгрессе Александр делает широкий жест доброй воли, значит, это жест доброй воли, и показывает всем, что он готов пойти дальше. Собственно, территория герцогства Варшавского без Познани и без Кракова преобразуется в королевство польское. Или царство польское. Или царство польское. Или конгрессовое королевство, как поляки его еще называют. А почему это конгрессовое? Потому что венский конгресс. А, в честь венского. Да, да. Я думал еще, что у них какой-то там внутренний конгресс образовался. Ну, вот они так называются. А это понятно. И что важно подчеркнуть, царство польское – это не какая-то там автономия. Нет. Это практически суверенное государство, связанное с Российской империей личной унией. Это все-таки личная уния. Это, безусловно, личная уния, потому что император Всероссийский является королем или, в скобочках, царем польским. Ну, поскольку у царя польского были достаточно широкие прерогативы, то можно сказать, что, конечно, власть русского царя была побольше, чем просто вот власть такого декоративного конституционного монарха. И тем не менее, это отдельное государство и очень четкое разделение. Вот было два понятия – империя и царство. И то, и другое слово с большой буквы мы пишем. Да. И, в общем, не надо путаться. Вот есть империя, есть царство. Значит, у Польши своя армия, свой корпус. Бойско-польско. У Польши своя денежная единица, злотый. У Польши своя конституция, которую даровал император Александр в ноябре 1815 года. И у Польши свой парламент. Своя выборная нижняя палата... Сейма. Сейма, да. Это палата депутатов или посольская палата, как угодно. Посольская изба. Все, что хотите. Как хотите, так и переводите. Значит, выборная нижняя палата парламента. Это, большей частью, дворянский парламент с, правда, значительной долей городской знати. То есть, это польское дворянство представлено и городская верхушка. Но, тем не менее, это конституционное, во многом суверенное государство. Да, с наместником, назначаемым царем. А у царства польского, да, или там, у крулявства, был статус субъекта международного права? То есть, русский император мог выступать на международной арене, как царь польский? Ну, в принципе... То есть, по результатам Венского или Кангрия? Я могу сказать, что да, потому что... Ну, гипотетически. Потому что в Венском заключительном акте мы взяли на себя торжественное... Мы это Россия, да? Мы взяли на себя торжественное обещание даровать Польше конституцию. То есть, согласно международным документам, царство или королевство польское выступало как конституционное государство, конечно, тесно связанное с империей, с Российской империей, под властью русского царя. Но, тем не менее, вся Европа внимательно следила за тем, как Россия выполняет свои добровольно взятые на себя обязательства. То есть, на то время еще ситуация была предельно прозрачная, да? Вот в качестве этих международных обязательств. Ну, вот мы взяли по доброй воле, потом об этом жалели, но... Так вот, давайте... Экономика растет у Польши в этот момент. То есть, экономический подъем до после 19-го года. Да, вот с 19-го по 30-й год. В Варшава там, например, в 15-м году 80 тысяч, а к 30-му году это уже 140 тысяч человек. Население выросло там по порядку на 400 тысяч общей вот это польское население. Ну, это примета времени. Под русским игом почему-то народ начинает активно плодиться. А вот когда наступает свобода, то почему-то население начинает сразу вымирать. Как бы сказать, ВВП растет у них там. То есть, реально ВВП пошел к вверху. Да, да, да. Там прекрасный тариф у них таможенный для них там, для ВОЗа из России, ВОЗ в Россию. То есть, у них благоприятная экономическая ситуация. Да, мы уже должны подойти к 1830-го году, и вопрос как бы становится все более и более таким насущным и крупным. С чего это, да? Поэтому давайте посмотрим, а что было на нероссийских польских территориях? На прусских, австрийских. Там тоже был какой-то... Вот как там складывались дела? Ну, там идет Анемечения, в первую очередь. Никакого польского языка. Да, да, политика национальная. Но там было только что. Там было Познанское княжество. Это Прусское. Прусское, да. Где постепенно оно теряло свое лицо, постепенно теряло свои автономные права. То есть, это так как бы размывалось, да? Да, постепенно шел этот процесс. И, кстати, польское восстание еще подбросит дровишек. И Пруссаки мирно закончат этот увлекательный процесс. Ну, там будет Краковская республика, которая... Да, была Краковская республика де-юре, суверенная, но де-факто под пятой австрийцев, которые затем Краков попросту оккупируют и в итоге аннексируют этот вольный город. Значит, все остальные... Но Краков – это Краков. Это город и округа. Это небольшая территория. Вся остальная Южная Польша была спокойно проглочена австрийцами, без эмоций. То есть, это столица Западной Галиции и небольшие ее окрестности. Да, да, да. А все остальное... Уже все, да. То есть, под немецкой, собственно, твердой немецкой рукой, что называется. Либо прусской, либо габридской. Либо, да, либо... Ну, что ж, приехали. Давайте начинаем 1830-й. Вот все-таки очень странно вел себя великий князь Константин Павлович. Великий князь Константин Павлович. Российский цесаревич, второй сын Павла I и Марии Федоровны, считавшийся наследником русского престола после Александра Павловича. Генерал-адъютант. Командир гвардейского корпуса. Генерал-инспектор всей кавалерии. Наместник царства польского в 1815-1830 годах. Свергнут польским восстанием. Константин Павлович, как главнокомандующий, фактически главный человек в царстве польском. Но при этом это конституционное государство, где Константин Павлович очень резко реагирует на любые слухи, на любые сведения, о каких бы то ни было заговорах. Он готов рвать и метать, карать заговорщиков. И вдруг, когда начинается восстание, его высочество ведет себя необъяснимо. Во-первых... А когда у нас начинается восстание? По дням, да, можно посмотреть? Да, оно начинается по старому стилю 17-го, а по новому стилю 29-го ноября 1830-го года. При этом заговорщики врываются в Бельведер, в Бельведерский дворец, в резиденцию Великого князя. Ныне президентский дворец. Да, ныне президентский дворец. Константин успел скрыться. Он предупредил там. Да, видимо, он заранее знал об этом начале. Восстание охватывает столицу. Офицеры во главе с Петром Высоцким, собственно говоря, успешно справляются со своими задачами, захватывают арсенал. При этом гибнут русские генералы, офицеры. Ну и польские тоже. Польские... Военный министр. Да, значит... Простите, но, значит, был план восстания? Безусловно. Да, был, конечно. То есть, это не просто стихийная вспышка, гонор, гнева, еще прекрасных чувств освободительных. Был план. Да, братья. Был план, была хорошая организация. Высоцкий там в казарме под Хорунжих так прокричал, а ему там, да здравствует Польша в ответ. То есть, это все подготовлено, в принципе. Значит, происходит это восстание, хорошо подготовленное. В результате этого восстания Варшава сразу перешла под контроль повстанцев. То есть, это не просто повстанцы, это польские военные, которые быстро все это захватывают. При этом Константин Павлович сначала представляет случившееся как некую вспышку гнева. Ну вот, просто поляки рассердились и все это дело устроили. Дальше он никуда не двинул русскую армию. Он сказал так, русским нечего делать в этой драке. Да, и я не буду участвовать в этой польской драке. Вот он прямо сам сказал так. А он что, считал, что это разные стороны польские дерутся? А это вот Николай должен разбираться. Да, в конце концов, Константин Павлович снял с себя. Да, и снял с поляков там ответственность. Все императорские регалии. К нему же пришли польские войска, там конный егерский, гвардейский полк пришел. Да, что было бы, если после смерти Александра все-таки Константин стал российским императором. Да, ну вот я имею в виду декабрьский. Что было бы с Россией? Мы не будем говорить, что мы обязательно как-то просто мысль такая жуткая. Мы вернемся. Окей. Значит, поляки дерутся, а мы как смотрим со стороны. Дальше Константин. Верных поляков, ту часть польской армии, которая сохранила верность русскому престолу, он ее спокойно, эту верную часть польских военных, просто распускает по домам. Идите с миром. Ну, естественно, они же не дураки, конечно. Им теперь деваться некуда, потому что теперь уже есть явная победившая сторона. Дальше, дальше. Дальше, собственно говоря, с 18 ноября старого стиля 30-го года Варшава в руках повстанцев. Это уже следующий день для нас? Да, да, уже все ясно. Буквально? Как божий день, да. Несколько часов. Несколько часов. Часы, да. И в течение нескольких дней Константин с небольшим русским военным отрядом покидает территорию королевства или царства Польского. То есть, она идет в сторону Белостука, они там очень тяжело, там погода была, понятно, осенняя такая. То есть, они с трудом переходят все это, но будет за пределы без боев, да. Да, при этом мощные польские крепости, Модлин, Замости, все они без боя, теперь уже просто переходят на сторону, ну, фактически победившей новой власти. А в Модлине был артиллерийский арсенал, о чем? Николай им, полякам, я имею в виду, отдал часть турецких пушек из Вармы, и они находились в Модлине. Сейчас эти пушки находятся в Свято-Преображенском соборе, стоят дулом вниз. Спасо-Преображенский собор, православный храм в Санкт-Петербурге, был построен по воле императрицы Елизаветы Петровны, архитектором Михаилом Зимцовым. Стал полковым собором преображенцев. В 1796 году получил звание Собора всей Гвардии. После пожара 1825 года был восстановлен архитектором Василием Стасовым. Собор окружает уникальная ограда из стволов трофейных пушек. Фактически полностью польская территория находится в руках поляков. Теперь там фактически создается уже национальное правительство. Генерал Юзеф Хлопицкий становится диктатором. Джегош Иосиф Хлопицкий. Польский генерал-лейтенант. Участвовал в походе Наполеона на Россию. Был ранен во время Бородинского сражения. В 1814 году был произведен Александром I в генерал-лейтенанты армии Царства Польского. В 1830 стал предводителем восставших. Пытался разрешить конфликт с помощью переговоров. Позже потерял популярность и сложил с себя полномочия диктатора. Но все-таки у польских генералов, у них мозги еще работают. Да, они прекрасно понимают, что в случае войны с Россией силы будут явно не равны. Если Россия, русское командование просто тупо не наломает дров, то война будет проиграна в обозримой перспективе. Поэтому лучше все-таки начать с Петербургом переговоры. Очень важно отметить... И они сделали на него ставку как раз. ...именно пунктуальность и рыцарскую честность Николая Павловича. Да, в общем, был такой же... Вот мы знаем его как рыцаря самодержавия, русского самодержавия. Но он пальцем не тронул польскую конституционную монархию, когда стал императором. Он воспринял все польские конституционные учреждения. Он отдельно принимал польскую корону. То есть Николай абсолютный законник. Во всем. Да. Поляки оказались в несколько неудобном для себя положении. Теперь им надо было Николаю объяснить, что же такое у нас случилось в городе Варшаве. И вот как нам теперь жить дальше. И Николай делает еще один шаг навстречу. Он дает понятие польской стороне, что он готов все забыть. Простите. Ну, был бунт, было недоразумение, была кровавая драма. Давайте все забудем, я всех прощаю. Я готов всех простить. Если вы просто вернетесь к долгу повиновения. И Хлопицкий в душе это понимает. Собственно, он не хочет войны, но его окружение желает совсем другого. Да. Ну, Хлопицкий посылает в Петербург для переговоров делегацию. Езерский и Велигорский, по-моему, да? Там едут в Петербург, встречаются вначале они с Несоверодой, канцлером. И выставляют ему, российской стороне выставляют требования границы 1972 года. То есть, восемь воеводств, которые они считали, теперь присоединены к России. То есть, то, с чего мы начали, да? Да, вот в 1972 году. А дали обед? Это будет все время. Все время будет выплывать эти восемь воеводств. А, вот такой вот сценарий, да? К 1972 году. Да. Несовероды разводят руками. К этому времени уже вышел манифест Николая о том, что, так сказать, он готов простить, но при полной покорности. А это был манифест? Манифест был, да. То есть, не просто какое-то устное заявление, а это именно императорский манифест? Устно он в манеже гвардии сказал, что поляки, кстати, нарушили свое слово. Там произошел бунт, и пойдет ли со мной гвардия? Пойдете ли вы со мной? Ну, там, ура, крики, конечно, все понятно. Вот. И с Николаем они встречаются, Николаем все это подтверждает, говорит, что... А они опять про вот эти восемь воеводств своих. Ну, ясно, что договориться не о чем. Было ясно, что в случае подобной уступки Николай I будет свергнуть с престола тут же. Да. И декабристы еще появятся. И вернутся декабристы, которых просто на руках. И кого-то разбудят уже не шучно. И разбудят всех, а не только Герцена. Конечно, это было предложение русскому царю капитулировать. Притом лучше сделать это сразу. Причем на ровном месте. Непонятно с чего. То есть, это абсолютно нереалистичные требования. Если бы переговоры шли хотя бы о формате королевства или царства польского, до Брест-Литовска, Белостока и Гродно, да? Гродно. Они могли о чем-то договариваться, о каких-то изменениях, о каких-то льготах, о каких-то поблажках и так далее. Но поляки решили взять быка за рога. И это была ужасающая ошибка. Хлопицкий все понял, поэтому он ушел. Сразу снял с себя диктаторские полномочия. Он остался простым польским генералом. Он будет воевать за честь Польши. С присяги он остался верен, но от полномочия ушел. Он будет воевать за независимую Польшу как солдат, как генерал, но он не будет брать на себя ответственность за все это безобразие, как глава новой независимой Польши. И следствие было очень естественное. Уже 25 января или 13 января старого стиля 1831 года произошло роковое событие. Польский Сейм лишил польской короны Николая I. И всех Романовых последующих? Да. И в Варшаве... Простите, а это легитимно было со стороны Сейма? Вот вообще как смотреть на это так? Ну понятно, на волне какого-то национального возбуждения, да. А вот политически, опять с точки зрения международной... Это была как раз революционная ситуация. А, это не революционная ситуация. Все, мы переходим на следующую ступень. То есть здесь нет членов Конституционного суда, нам очень трудно ответить на вопрос о легитимности, но, естественно, это шаг революционный. Конечно. Все, мы выяснили главное. У революции может быть своя легитимность, революционная. Своя уже событие, скажем так. Но здесь практически были разорваны... Полностью. Все... Обратной дороги уже нет. ...правовые документы, которые обусловливали взаимоотношения империи и царства. Вслед за тем, ну, скажем так, польским премьер-министром, да, главой польского национального правительства становится наш старый знакомый, князь Адам Черторыйский. Бывший министр... Бывший министр иностранного дел, да. Да, да, служащий человек, конечно. Теперь в его руках судьба Польши. Еще наступит момент, когда он станет даже польским королем, но уже в изгнании. В Парижском отеле Ламбартии. Отложим, да, потому что... Это произойдет. Не знаю, что делать, то ли смеяться, то ли выразиться. В общем, ладно, это будет позже. Хорошо. Все, пока премьер-министр. Все, миром уже мирные все средства исчерпаны. Невозможно. Теперь только силы оружия можно решить. 30 декабря назначается главнокомандующий, это Иван Иванович, граф Иван Иванович Дибич Забалканский. Иван Иванович Дибич, русский полководец прусского происхождения, граф, генерал-фельдмаршал. Храбро сражался в наполеоновских войнах, руководил армией во время русско-турецкой войны, 1828-1829 годов. За успешный исход получил почетную приставку к фамилии Забалканский. С декабря 1830 года являлся главнокомандующим российскими войсками, направленными на подавление польского восстания. Умер от холеры в 1831 году. Русская армия готовится к походу. Но проблема в том, что русская армия разбросана на большой территории. Ближайшая к польской границе – это литовский корпус бывший. Сейчас он называется 6-й корпус. В нем польские офицеры и, как бы сказали, западные украинцы и западные белорусы. Солдаты. То есть люди из присоединенных территорий. И Дибич формирует фактически вот эту действующую армию из этого корпуса, плюс первого корпуса графа Палина, Петра Палина, и третий резервный кавалерийский корпус графа Вита. Дальше гренадерские и гвардейские, они на подходе. Но они находятся, гвардия находится в Петербурге, гренадеры в Новгороде, в Твери. То есть им еще идти-идти. То есть они будут долго идти. Но к началу февраля по новому стилю... А у нас январь-февраль. Да, к началу февраля по новому стилю уже, в принципе, русская армия подходит к границе. И, по-моему, числа 12-го они переходят границу вот такими эшелонами. Начинают не полностью, а вот последовательно. Ну и есть план Дибича. Дибич обещал, Николай сказал, что русский штык покажет полякам всю нецелесообразность их возмущения и покажет стойкость русского оружия. И обещал все решить довольно быстро. То есть буквально за два месяца. У него есть хороший план. Он пытается отсечь, значит, идет, наступает правым флангом вдоль прусской границы, восточной Пруссии. Это стороны Пруссии. Да-да-да. Там Буг, Нарев, между этими реками. Далее поворот на юг, отсечение от Варшавы польской армии. А польская армия немножко восточнее находилась. Отсечение ее от Варшавы, разгром ее, обложение Варшавы и, так сказать, взять ее на капитуляцию или на штурм. И, так сказать, вот этим закончить войну. Все бы хорошо, зима, реки скованы льдом, но в этот момент начинается отепель. Там плюс один, плюс три градуса, и реки начинают скрываться, и болотистая местность тоже. И вот она очень здорово, конечно, затормозит все это дело. Дебич понимал, что бывают разные истории, разные ситуации. И, в общем, таких откровений от царствующих особ он тоже был наслышан. А здесь его план кавалерийской атаки на Варшаву, на поляков, он, конечно, может быть, и имел право на существование. Но, учитывая то, что русская армия в местностях, прилегающих к царству польскому, уже захваченному, уже занятому, да, повстанцами, представляла с собой набор инвалидных команд, но инвалидных не в плане, там, безногие коллега, там, нет. Это ветераны, да, это, в общем-то... То, что сейчас мы называем 65+, да? Ну, тогда это было... Да, да, да. Сколько было плюс? Ну, не совсем. 35 плюс. Ну, скорее, да. Сейчас можно было бы спокойно перевести на дистант. 45. Вот, но тогда они все-таки выполняли свое предназначение, но к чему они были точно непригодны? Они не были готовы к этой такой молниеносной атаке на Варшаву, на Польшу, чтобы смять ее в считанные недели. К этому блицкригу они никак не подходили, поэтому результат не заставил себя ждать, потому что, во-первых, поляки показали, что они вполне могут одерживать победы. Скажем, с наполеоновскими генералами, да, поэтому при сточке, вот, 15 февраля нового стиля, русская конно-егерская бригада под командованием генерала Гейсмура, который, кстати, еще в свое время участвовал в подавлении восстания Черниговского полка в 1926 году, да? Главное, в турецкой войне Виденского Польшу шестикратно разбил, вот что, чем знаменит. Эта бригада была успешно разбита поляками, а дальше замечательное Гроховское сражение, это 25 февраля нового стиля 1831 года, это практически битва за Варшаву. Значит, Дибич одерживает победу при Грохове. Сам возглавляет атаку 3-й гренадерской дивизии, которая решила, да, он сам это сделал. Но когда он победил поляков, он посмотрел в сторону Варшавы и понял, что нет, мне ее не взять. Не отпустил пульскую армию. Что, увы, напрасные были старания, вот, это, по сути дела, крушение его первоначального плана, потому что нет, ничего не получится. А дальше весна, и война эта затянется еще надолго. Да, Скриженецкий становится главнокомандующим, а это человек, который там от сержанта до поручика при Наполеоне прошел, и уже генералом стал буквально в царстве польском, он возглавляет польскую армию, и начинает последовательно разбивать в трех местах вот выставленные как бы авангарды армии Дибича, там, при Вавре, при Дембель-Вельке и Гане, там, все эти. Русские несут там большие потери, серьезные. И еще очень серьезный вред принесла эта стратегия и тактика Дибича, потому что вот эти его триумфальные победы с ничтожными последствиями привели к тому, что мятеж перекинулся на Литву и Волынь. И на Подоле пытались там переменять даже. И на Подоле, да. То есть вот это современная Белоруссия, современная Литва и современная правобережная Украина. Понятно. Смотрите, война затянется надолго, вы совершенно справедливо это отметили. Но история, особенно ее предыстория, настолько потрясающая, вот, что это, конечно, потребовало времени для уяснения, понимания и, главное, переживания, да, и для нас, и для наших зрителей. Нам придется сразу перейти к финалу и посмотреть, что такое финал и каковы его последствия. На финал это уже, это уже Паскевич. Дибич умирает 10 июня от холеры. Неожиданно, там, вскоропостижно, в Польше, в действующей армии. Уже к этому времени вызывается Паскевич. Иван Федорович Паскевич, граф Эреванский, светлейший князь Варшавский, российский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал. Участвовал в русско-турецкой войне, отечественной войне 1812 года, заграничном походе русской армии и взятии Парижа. Командовал войсками во время русско-персидской войны и кампании против турок 1828-1829 годов. В 1831-м был назначен командующим российскими войсками в царстве польском, осадил и взял штурмом Варшаву. После получил княжеский титул и стал наместником. Первое, что он делает, он занимается вопросами снабжения русской армии. Снабжение, договариваться с пурсаками, договариваться с пурсаками о понтонах, для того, чтобы переправиться на другой берег, на левый берег Вислы. И зайти в тыл, как бы, Варшаве. Ну, собственно, он это и делает. В течение вот июля, 17-го, там, 19-го июля он переправляется через Вислу. И к концу августа они выходят уже к Варшаве. Варшава обложена со всех сторон. Со стороны Праги это предместие Варшавы, это Розен. И основная часть русской армии с запада находится. А все-таки они зашли в тыл. Да, зашли в тыл. Паскевич предлагает полякам, как бы, вот, более-менее нормальные условия. А капитуляции, чтобы избежать кровопролития, опять всплывают 8 воеводств на этих переговорах. За что мы, типа, воевали? Ну, коль так, значит, будет говорить Пушкин, сказал Паскевич. А, это прямо его фраза? Да, в 5 утра 6-го числа, по новому стилю, 6-го сентября, начинается штурм Варшавы. Армия в парадной форме, это вот, это визитный, визитный такой стиль Паскевича. Берут предместие Варшавы, там воля будет, воля известная, да, да, где, собственно, будут главный бой там происходить, воля. Опять прерываются, опять переговоры, опять ни о чем не договариваются. Переговоры не прерывались, да, в ходе боевых действий. Да, да, причем Паскевич будет ранен, он там получит контузию, и вот, когда Пушкин пишет, что, ну, тише, тише, у Адра, там, то есть, думали, что он умер, он потерял сознание. Некоторое время он без сознания находился. А 7-го числа, а 7-ое число, напомню, это Бродинская годовщина, и вот 7-го числа Варшава полностью, все укрепления Варшавы будут к вечеру взяты. Гвардия входит уже 8-го числа Варшава. Да, а 7-го, когда вот последний штурм будет, это будут оркестры впереди, барабанщики, опять с музыкой. Ну, вот Паскевич это вот очень любил. Вот что было и что стало с Польшей после 1830-го года? Вот прям нужны итоги. Самый качественный итог, самый важный, это крушение польской суверенной государственности, отмена польской конституции и установление... Фактическое. Не в мечтаниях, там, да, не в каких-то политических утопиях. Да, да. Ее упраздняют, и будет военная диктатура Ивана Федоровича Паскевича, князя Варшавского. Соответственно, Паскевич это очень особый человек для окружения Николая. Это гвардейский командир будущего Николая Первого, когда он был еще только великим князем. И Николай Первый до конца жизни будет называть Паскевича отец-командир. Писать так во всех письмах. Это где вы еще найдете такого фельдмаршала, к которому государь-император будет обращаться со словами отец-командир. Вот, значит, Паскевич выиграл по очень простой причине. Он просто понял, что нужно выждать, надо подтянуть резервы, обеспечить подкрепление вооружений, продовольствия, и просто задавить тем самым мятеж благодаря колоссальному численному перевесу, что не было сделано. Особенно артиллерия. Вот, соответственно, для Польши это, безусловно, трагедия. То есть это национальная катастрофа, да? Да, вот, это действительно национальная была катастрофа, но... Да, но. Но, тем не менее, в общем, надо сказать, что в русском народе и среди русских военных, среди русских генералов, офицеров не было чувства ненависти к полякам. Вот была определенная вражда, была борьба, вооруженная борьба. Вы помнили, все-таки, 12-й год, как они вели себя здесь, поляки, на русской территории? Это помнили, но никаких мстительных не было. Не было чувства мести. Мести не было, да. Все время будут говорить о необходимости примирения двух народов. Будет идти речь о том, чтобы перевернуть эту страницу историю и снова попытаться достичь взаимопонимания. Но, с другой стороны, конечно, для великих представителей русской культуры, для наших великих поэтов, Василия Андреевича Жуковского, Александра Сергеевича Пушкина, польские события, они были абсолютно однозначны. Это твердая патриотическая позиция, притом абсолютно бескорыстная, абсолютно четкая. Это Бородинская годовщина и клеветникам России Пушкина. И вот это еще незаконченное стихотворение, которое я прочел в начале. А главное – это клеветникам России. И Жуковские старые песни на Лондоне Нового. Да, конечно же. Еще надо один момент заметить, что Паскевич, когда взял Варшаву, он такой пиар-ход, как бы сейчас сказали, осуществил. Он послал внука Суворова, а Суворов в 1994 году брал, ну, он не брал не Варшаву, он Прагу предместе взял и послал императрице Варшаву ваших ног. И здесь Паскевич сделал такое же. Он послал внука тоже Александра Суворова, который на заставке вашей передачи находится. Да, 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 вы заметили справедливо. Да, и со словами «Варшава у ног вашего императорского величества». О чем вот в Бородинской годовщине написано как раз Староке Пушкина. И вот прям такой финал современный, да, сидят его и смс-ками, такими вот обмениваются. Да, практически. Своей какой-то технологический спад. Если был бы интернет, наверное, да, было бы. Наверное, так и было. Да, это было бы. Слушайте, ну, вы просто открыли мне глаза на многие вещи, не только на польское восстание, но и на многие очень интересные... Все-таки война польская. Восстание – это вот два дня. Все! И реформатируем, и окончательно утверждаем. Русско-польская война. 190 лет. Давайте вот еще раз скажем. Еще был такой абсолютно корректный, но в то же время очень разумный термин – «Польский поход». «Польский поход» 1831 года. 1831 года, да. Ну, хорошо. Но вот все-таки все утверждаем, да, русско-польская война 1830 года, но и ее последствия. И главное еще, и вот причины. То есть, очень, конечно, сильная история для истории нашего Отечества, да, вот повторю еще раз, да, которая нуждается в проговаривании и понимании, да, особенно сегодня. Главное, чтобы об этом не забывали, потому что это было, в общем, завуалировано, и в советское время как бы не хотели... Да, 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 поэтому вот это вот восстание, да, до сих пор, у меня, как говорят, по-прайному, да, выпрыгивали. И по этому, Паскевич и Дибич там были... Все, спасибо огромное. Вы сделали сегодня очень большое и важное дело. А вы смотрите программу «Истериада». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова